Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Гагарина в континентальной хоккейной лиге игру Тольяттинского галкипера за Магнитогорский металлург отметил президент Федерации хоккей России Владислав Третьяк. Это был достойный финал, команды показали отличный хоккей. Конечно, надо отдать должное Кошечкину, это великолепный вратарь, сказал трехкратно олимпийский чемпион. Металлург победил родной клуб Третьяка, московский ЦСКА в семи матчах и во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина. Последнюю встречу плей-офф Магнитка выиграла в гостях со счетом 3-1. В регулярном чемпионате москвичи заняли первое место в дивизионе Тарасова, а магнитогорцы первые в дивизионе Харламова. В Самарской области тоже награждали заслуженных спортсменов. Их стало больше на 22 человека. Звание мастер спорта в этом году получили 17, а мастеров спорта международного класса 5 атлетов. Отличились боксеры, легкоатлеты, гандболисты, гиревики, пятиборцы, дзюдоисты, пловцы, паралимпийцы и яхтсмены, а также представители не классических видов спорта – танцоры, универсальные бойцы, вертолетчики, подводники и радиоспортсмены. Всего в прошлом году самарцы на соревнованиях всероссийских и международных завоевали 1747 медалей разного достоинства, что на 125 наград больше, чем в 2014-м. А 451 спортсмен выступает за сборную России. Программа развития физкультуры и спорта Самарской области реализуется, я надеюсь, успешно. Наши спортсмены готовятся к предстоящим Олимпийским играм в Рио и Де Жанейро. И вот самим показателем, наверное, является сейчас то, что мы с вами вручили такое огромное количество наград различного достоинства нашим спортсменам, их тренерам и деятелям спортивной общественности. Дарья Вдовина завоевала серебро на тестовом этапе Кубка мира по стрельбе. Из пневматической винтовки с 10 метров она выбила 208 очков, уступив 0,3 балла олимпийской чемпионке 2004 года китаянке Ли Ду. Самарчанка – единственная российская спортсменка, которая будет представлять нашу страну на Олимпийских играх в Бразилии сразу в двух упражнениях – 10 и 50 метров. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.